Если человек верит и соблюдает правила только в страхе перед вечными муками, можно ли считать, что он принял Христа всем сердцем? Я вспоминаю, у меня был один прихожанин, бывший моряк, который говорил, что, вы знаете, я себя время от времени чувствую, как мичевина на подводной лодке. Вот если что-то не так сделал, то командир тебя накажет, и ты потеряешь какие-то привилегии, которые ты раньше имел. И поэтому он спрашивал у меня буквально все, как ему молиться, сколько молитв читать, прям по количеству можно было назвать, как часто им надо исповедоваться, надо было составить им расписание, с какой частотой надо было причащаться, и как прямо в деталях надо к причастию готовиться. И каждый раз он задавал не те же вопросы, потому что ему недостаточно было одного раза, одного ответа, ему нужна была постоянная коррекция, постоянная инструкция, как провести очередной день. Конечно, это уже доходило до болезненности. Понятно, что не в этом духовная жизнь, не в таком страхе, а в любви, прежде всего. Ведь совершенно любовь побеждает страх. А когда мы опасаемся, как бы ничего не вышло, когда мы боимся что-то потерять, когда мы боимся потерять какой-то комфорт, боимся Божьего наказания беспрерывно, то выхолачивается душа, и человек, когда слишком много страхов, становится просто не очень здоров психически. Он забывает про любовь, ведь к Богу можно прийти только от любви. Если ты не знаешь любви Божьей, то как же ты придешь к тому, кого ты не любишь и кто тебя не любит? Вернее, нужно сказать, если ты не чувствуешь его в любви, то как ты к нему пойдешь? То как ты будешь общаться с ним? Поэтому все же надо исходить из положительных вещей. Надо быть Богу благодарным за все. Надо радоваться Его присутствию в нашей жизни. Надо благодарить Его за каждую мелочь в нашей жизни. Надо поддерживать в душе доброе, кроткое, радостное расположение ко всему доброму, ко всему божественному, ко всему духовному. Надо стремиться к свету. И страх Божий, он должен быть в какой-то степени, безусловно, без страха Божьего и не будет благовения. Мы потеряем благовение. Но, тем не менее, на первом месте должно быть то, о чем пишет апостол Павел. И так облекитесь, как избранные Божие, святые и возлюбленные, в милосердие, благость, смиренно мудрее, кротость, долготерпение, не сходя друг к другу и прощая взаимно, если кто на кого имеет жалобу. Как Христос простил вас, так и вы. Поэтому будем прощать, будем милосердными, и Господь будет милосердным над нами всегда. И мы будем всегда прощены. Субтитры создавал DimaTorzok